друзья всем привет первую очередь напишите мне первые 15 человек которые заняли топ-15 в турнире который я вчера проводил друзья мне пока отписались только 4 или 5 человек соответственно пишите забирайте свои монеты закрепленном комментарии постараюсь не забыть оставлю ссылку на свой вконтакте и на инстаграм но в инстаграме отвечаю медленно и редко потому что как вы знаете инстаграм заблокирован в россии то есть vpn я с vpn не сижу круглосуточно поэтому если есть возможность пишите лучше всего во вконтакте забирать свои волшебные монеты заслуженные красавцы все активно отыграли но при этом был разочарован я друзья людьми которые вот огромное количество просто людей зашли и заняли место они не играли ни одной игры не сыграли то есть с нулями людям люди с нулями и не с одним даже поражение даже вообще не сыграли не знаю либо не поняли что лучшие получат монеты либо я не знаю но просто заняли место игроков не делайте так больше потому что это некрасиво а сегодня мы друзья с вами поговорим про грядущее обновление расскажу все что знаю приятного просмотра и так новый сезон шахтера и намекает на то что будет новый герой друзья начало давайте посмотрим на пасра и все то же самое все как обычно но здесь самое интересное конечно это то какая книга карт нас ждет в этом сезоне будет эпическая книга карт это прекрасно наконец-то что-то отличающийся от обычной книги карт как вам новые модзы ну и друзья наконец-то новая арена появится в клэш рояле арена в стиле шахтера шахт конечно же новые скины в том же самом стиле и более того скинов будет не один как обычно а целых два скина оба по моему будут за денежкой один запас рояль второе видимо в магазине предложение будет также разработчики решили переработать значки старые значки изменят свой вид добавлены будут новые значки за разные игровые режимы и более того будет добавлен новый вид значков за мастерство игры определенной карты вот это реально прикольно то есть каждой карты нужно будет выполнить определенные задачи и будет повышаться уровень мастерства их использования максимальный уровень значка мастерства это 10 левел ну и конечно же огромное количество значков достижений нас ждет как завершение сезона так и просто игры в разных игровых режимах соответственно наш игровой профиль будет выглядеть теперь совсем иначе градация значков выполнена в обычном стиле то есть от деревянного материала переходим все более и более солидным и таким образом движемся к десятому уровню мастерства и теперь наши профили будут выглядеть следующим образом абсолютно новый яркий вид авата этих значков разнообразных и это прикольно круто друзья вплоть до каждую каждую карту каждый заслуженный значок будет показываться в профиле есть можно будет понимать кто чем лучше всего играть на мой взгляд это невероятно крутое решение от разработчиков но это еще не все как я уже сказал нас ждет новый чемпион шустрый шахтер у него особая способность это закапывание закапывание ровно в ту же точку на противоположной части карты из которой он закапывался стоит его способность 2 единицы эликсира и после себя вместе из которого он выкопался перей в которой он закопался оставляет он бомбочку которая наносит небольшой на самом деле урон но при этом механика очень интересно ну что же друзья теперь давайте сыграем новой карты для начала собрал я вот такую колоду кинул я клич в переписку нашу супер сел и откликнулась менеджер ирина комменти менеджер русскоязычные огромное спасибо ирине за это впервые вообще сейчас пощупаю шустрого шахтера опа эмодзи эмодзи сразу же в бой так но по левой стороне шахтер забегает но это не главное давайте наконец-то сразу же выставим шустрого шахтера посмотрим на кого он на что он вообще способен я человек простой вижу нового чемпиона сразу выставляю его и давайте прикрытие магического лучника раз летучие мышки тут оказались так и тронем хитро нем немножечко уйдем от надо было чуть попозже надо было чтобы взорвался чтобы поближе подошел шахтер и чтобы бомбочка его нанесла урон адской башни ну что ж поделаешь первая игра все-таки не умею вообще еще пользоваться новые карты но я думаю что со временем научимся вообще могу сказать что потенциал у нового чемпиона огромный не знаю как его будут использовать вот и ирина выставляет шахтеры нового чемпиона будем его принимать и готовимся может быть он перекопается сейчас кстати тоже хочу я использовать новую карту с стареньким шахтером посмотреть на как эта связка будет работать вообще мне кажется достаточно перспективная штука так там сейчас должны быть летучие мышки насколько я помню они вот на этот раз я сделаю вот так перенаправляем атаку папа и переагрился смотрите на магического лучника в итоге адская башня но в итоге запоздалая запоздалая армия скелетов так ой 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 плохо я здесь сыграл ладно придется стенобойми подставляться под бревно но в любом случае мне здесь надо было что-то на армию скелетов использовать так давайте расставимся но на самом деле пока в этой игре не особо впечатляет вот я сейчас хочу одну штуку замутить друзья давайте вот так вот так вот так ой поздно блин поздно вот хотел 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 хитронуть не получилось ульту поздно использовал к сожалению так нужно что же делать сейчас будет опять шахтер наверное к магическому лучнику нет не к магическому лучнику опа давайте вот так сделаем поп блин прикольно и конечно и ничего я еще не умею этой карты но так интересно новая механика конечно этот шахтер он медленный но тем не менее тем не менее за счет того что он перекапывается можно было бы можно было бы придумывать разнообразные атаки и заставлять противника ошибаться а теперь давайте поговорим об изменениях баланса которые также будут следующем сезоне вообще очень сильно постарались разработчики видно что клэш рояль снова ожил для начала решили они вернуть силу золотому рыцарю помимо того что у него ему увеличили дальность рывка обратно до 6 клеточек теперь он после столкновения с вышкой не отскакивает к другим целям соответственно активацию главного здания сделать теперь сложнее на мой взгляд золотой рыцарь стал даже сильнее чем он был до изменения которое его ослабило в предыдущем обновлении также разработчики обратили внимание на гигантского скелета увеличили ему запас здоровья и повысили скорость атаки гигантский скелет станет посильнее незначительно но тем не менее это теперь такая гораздо более солидная карта и здоровье выше и урон это изменит я думаю нету в том числе гигантский скелет имеет все шансы в нее ворваться также разработчики немного усилили лучниц увеличили их скорость атаки на девять процентов лучницы и так были очень неплохой картой правда редко мало в каких колодах использовались точнее только в арбалете 3 0 насколько я помню но теперь я думаю лучницы будут почаще использоваться в разнообразных колодах во всяком случае на это я надеюсь ледяному духу увеличили время заморозки на 0,3 секунды это 30 процентов от изначального показателя но я полагаю что теперь ледяной дух будет гораздо чаще использоваться во всяком случае даже визуально видно что замораживает он теперь на достаточно долгое время ослабили немного надгробия разработчики снизили скорость появления скелетов на 0,2 секунды на самом деле я не думаю что это значительное изменение надгробия будет оставаться все также очень хорошим сильным защитным зданием и этот нерв не сильно ударит по его эффективности затронут изменение баланса и всадницу на баране теперь ее баланс будет замедлять на 70 процентов вместо 85 соответственно не так эффективно будет сайта на баране в защите против разнообразных воздушных шариков и других быстрых атакующих карт но зато кайтить всадницы на баране теперь станет пожалуй даже более просто чем было до этого и лучшие размены можно будет получить в результатах такого кайта но в целом я думаю что конечно же эффективность сайта на баране снизится потому как в защите опять же она станет гораздо слабее против шарика например матчапы станут сложнее и это может повлиять на использование всадницы на баране продолжают балансить королеву лучниц на этот раз снизили и скорость ее атаки во время ульты на 20 процентов то есть раньше скорость увеличила на 200 процентов увеличивалась сейчас на 180 на самом деле да заметно что медленнее начала шмалять королева лучниц во многих разменах это может сто играть решающую роль но тем не менее я думаю что карта это все также достаточно сильная и думаю что королева будет все также использоваться просто единственное что во многих колодах к ней надо будет добавлять какой-то дополнительный противовоздух потому что есть у меня такое подозрение что 1 теперь она вывозить все противовоздушные дуэли не сможет кладбище было очень популярно и очень сильно и разработчики обратили на это внимание немного его ослабили убрали одного скелетика из этого сильнейшего атакующего заклинания валькирия обзавелась новой игровой иконкой ну и также ослабла после изменения ее запаса здоровья на 4 процента казалось бы не ощутимо но вот например против принца уже она не будет так эффективно будет умирать но в целом я думаю что валькирия свои функции будет также выполнять конечно станет чуть менее популярной и здесь даже не то что она действительно станет гораздо слабее а скорее такой психологический эффект все-таки ослабили картишку но тем не менее я думаю что все равно опять же она будет хороша мегарыцарю снизили урон при появлении от вот этого первого прыжка с небес на 20 процентов все остальные прыжки сохраняют свой урон соответственно мегарыцарь будет все так же грозным оружием и я думаю что он не денется никуда из-за текущей метры ну и самое пожалуй серьезное усиление это переработанный сборщик эликсира время его существования снижено 70 секунд до 65 секунд друзья здесь у меня ошибка уже не стала я исправлять то есть на 5 секунд снижено время его существования более того эликсир производстве на 0 5 секунд дольше соответственно вы можете сказать что ничего себе зачем нерфить эликсирный сборщик но друзья добавлена еще одна я бы назвал это сверхспособность сборщику эликсира теперь при уничтожении он будет давать одну единицу эликсира и вот это друзья меняет абсолютно все как вы знаете это здание в первую очередь контрится заклинаниями и вот теперь после грядущих изменений баланса единственное заклинание которое будет давать положительный размен с этим зданием это землетрясение после использования землетрясения сборщик успеет дать одну единицу эликсира а затем при разрушении еще одну единицу эликсира и соответственно это будет размен в минус 1 единицу эликсира для игрока использовавшего сборщик против игрока с землетрясением против ракеты сборщик разменивается плюс 1 против молнии плюс 1 против яда и фейербола также плюс 1 соответственно если будет мета в которой землетрясение будет непопулярным в чем я если честно сейчас сомневаюсь то сборщик заиграет с такой силой что будет использоваться очень часто тем не менее мы с вами сейчас наблюдаем что мета ярко выражена насыщена точнее землетрясениями соответственно я не вижу предпосылов для того чтобы это как-то менялась потому что землетрясение никак не трогали разработчики я думаю что это будет все также очень сильное заклинание с учетом изменения сборщика я думаю что популярность землетрясения возможно даже повысится и бабам с друзья самое неожиданное лично для меня переработали электро гиганта теперь его стоимость 7 единиц эликсира вместо 8 то есть снизили его стоимость но при этом снизили также его запас здоровья и урон на 15 процентов при этом внимание друзья на самом деле снизили ему урон только с руки то есть вот когда он размахивается медленно бьет этот урон снижен отражаемый же урон остается прежним и вот это очень интересная такая переработка не знаю как это повлияет на электро гиганта я если честно думаю что он будет как минимум также часто использоваться возможно возможно даже чаще потому что снижение стоимости это такой очень серьезный баф и вот эти 15 процентов здоровья я не думаю что они это компенсируют в общем поживем увидим ну а пока в мои прогнозы такие что электро гигант все также будет достаточно хорош немножко слабее но тем не менее я не думаю что он пропадет куда-то из будущей мета глэш рояле скажу вам по секрету друзья перед выходом этого обновления разработчики предлагали нам заполнить формы в которых мы бы могли предложить свои изменения баланса и вот моим изменением баланса предложенным было изменение зеркала именно таким способом которым мы будем играть в следующем сезоне теперь зеркало отзеркаливает предыдущую карту и повышает ее уровень на 2 вместо 1 ну и вернули способность бандитки не получать урон от столкновения с принцем теперь в защите она станет понадежнее хотя в атаке на мой взгляд станет теперь послабее ну что ж друзья рассказал все что знал давайте еще посмотрим теперь на нового чемпиона на его статистику на его показатели достаточно толстый чувачок атакует он по примеру пламенного дракона цифры конечно различаются другие ну и соответственно страдает от таких же штук как и пламенный дракон урон у него потихоньку разгоняется соответственно если его сбивать то не очень хорошо он будет размениваться описание на ваших экранах это видео друзья я делал сегодня девять часов еще не успел даже покушать нормально и до этого еще два дня отсад снимал эпизоды поэтому надеюсь она того стоило надеюсь вам она понравилась по розыгрышам сегодня уже не успеваю ничего придумать по поводу розыгрыша как оставшиеся монеты разыгрывать также дали мне 5 кодов на 10 тысяч монет их тоже разыграю далее за мои предложения по изменениям баланса ну и друзья ваше мнение в комментарии обязательно лайки тоже я надеюсь будут потому что старался реально очень сильно на этом все спасибо за просмотр до новых встреч всем пока